Детского хосписа Ленинградской области И сегодня я бы хотела поделиться опытом Организации постурального менеджмента В нашем хосписе А не подскажете, пожалуйста, как слайд переключить? Стрелочкой в правую сторону Нажимаю, но оно не работает О работе нашего хосписа Сегодня подробно уже рассказала наша коллега В предыдущей секции Поэтому я сконцентрируюсь тогда на теме нашего доклада И перед тем, как я приступлю Я хотела бы попросить каждого из вас Прислушаться к ощущениям в собственном теле Сейчас Полностью ли оно расслаблено Или где-то есть напряжение Если у вас где-то есть напряжение В связи с тем, что вы столько сидели Что скорее всего Скоро вы поменяете свое положение Но, к сожалению, большинство наших детей У них есть с этим сложности И мы должны им в этом помочь В этом нам помогает постуральный менеджмент Постуральный от слова постура – поза Он подразумевает определен Как запланированный подход Охватывающий все действия и вмешательства Оказывающие влияние на позу и функции человека Поза очень сильно влияет на все рутинные процессы Которые проходят у человека в течение дня Это и кормление, и питание, и коммуникация Гигиенические процедуры Вся его жизнь находится в каких-то положениях Также хочу добавить, что постуральный менеджмент Он может иногда называться Его называют как постуральный уход Либо физический менеджмент Почему это очень важно в детском палеотиве? Потому что нарушение постурального контроля У детей приводит к ухудшению качества их позы Вследствие чего страдают практически все функциональные системы организма И если страдают наши системы, функциональные системы организма Это приводит уже к вторичным осложнениям Все вот эти страшные примеры, которые вы видите на фотографиях Это последствия, вызванные несоблюдением постурального менеджмента И мы понимаем, что с этими осложнениями Очень сильно ухудшается качество жизни детей и семьи в целом Из чего же должен состоять постуральный менеджмент? Это оценка и коррекция всех положений, в которых находится ребенок Это соблюдение двигательного режима И правильное перемещение с использованием технических средств реабилитации Мы стараемся добиться, чтобы у ребенка было максимальное разнообразие Количества функциональных поз То есть это и положение лежа в разных вариантах сидя Сидя, например, положение должно быть от 6 часов в день по норме физиологичной И также по возможности это вертикализация и использование ортопедических изделий Зачем мы вообще организуем наше положение и зачем мы это все делаем? Вообще мы придерживаемся такого дефиза, что лежачих детей нет И если нет противопоказаний, всех своих детей мы сажаем и ставим Это дает профилактику многих вторичных осложнений И также это улучшает состояние ребенка, повышает его активность и включает в социум Технические средства реабилитации – это очень важный инструмент в организации позиционирования И что мы используем в нашей работе? Это различные коляски Кресла-коляски комнатные и прогулочные Они помогают поддержать позу сидя и обеспечивают мобильность ребенка Вертикализаторы и ходунки, которые помогают удерживать тело в вертикальном положении И также перемещаться И различные санитарные приспособления, в которых мы можем мыть и проводить гигиенические процедуры Также очень важно, что мы используем, это укладочные средства, специальные подушки Данные подушки бывают в разных вариантах форм, под разные задачи, но все они направлены на то, чтобы поддержать правильное функционально-анатомическое положение в положении лежа, либо полусидя На фотографии вы видите пример использования подушки подковы Ребенок лежит у нас в разных положениях На спине, в правильном положении на боку в разных его вариациях и на животе Вот еще несколько примеров использования подушек и позиционирования детей Также хочу отметить, что важное использование это ортопедических изделий Потому что все вот эти деформации, особенно суставные, сильные сколиозы, контрактуры Их всех можно замедлить, либо вообще обойтись без них, если соблюдать ортопедический режим с использованием туторов, ортезов, корсетов, аппаратов При необходимости это могут быть головодержатели То есть все эти инструменты очень нам помогают И также очень важно знать, как правильно перемещать ребенка Как его переворачивать, как перемещать с кровати, как пересадить, провести гигиеническую процедуру Почему это важно? Первое, потому что если тот человек, кто ухаживает за ребенком, не знает техник и основ перемещения Он может вообще этим пренебрегать И тем самым ребенок может находиться, например, только в кровати И второе, что очень важно, это снижение риска травматизации Потому что неправильная техника перемещения, она очень опасна и для того, кто перемещает, и для самого ребенка Потому что если вдруг у вас защемит спину с руками, в руках у вас будет ребенок, то, возможно, вы можете упасть вместе с ребенком и травму получат оба Что в будущем сильно затруднит уход Для перемещения мы используем различные приспособления Это могут быть и пересаживатели, электрические, механические Приспособления поменьше, такие как доски, поворотные диски, пояса для перемещения, скользящие простыни Также есть одна из проблем, что для многих палиативных детей и их семей гигиенические процедуры вызывают дополнительный стресс Из-за этого также ухаживающие могут их избегать, пренебрегать теми, вследствие чего нарушается гигиенический режим ребенка И понятно, что если гигиенический режим нарушен, вследствие тоже могут возникать вторичные осложнения Поэтому мы стараемся сделать процесс купания и мытья максимально комфортным и безопасным для всех участников Для этого используются специальные шезлонги, кресла с дополнительными поддержками, фиксаторы и также пересаживатели Правильная поза при кормлении – это тоже очень-очень важно, так как именно в процессе кормления очень сильно увеличивается риск поперхиваний и аспираций И также поза сильно влияет и на объем усвояемости пищи И при неправильной организованности положению это тоже будет затруднять самую нутриативную поддержку Поэтому мы должны стараться детей всех кормить все-таки в сидячем положении Если такой возможности нет, то мы должны приподнимать головной конец кровати хотя бы минимум на 30 градусов И после кормления 30 минут ребенок должен обязательно оставаться в этом положении Пастуральный карт – тоже один из инструментов, который нам помогает в эффективном решении организации позиционирования Все карты составляются индивидуально под каждый случай и находятся рядом с ребенком Они включают в себя режим позиционирования, средства, которые ребенок использует и фотографии с наглядными примерами Как нужно ребенка спозиционировать все его функциональные позы, которые ему доступны С короткими рекомендациями по организации Это помогает и нашим сотрудникам, и тем, кто ухаживает за детьми И также эта карта потом едет с ребенком домой Где у семьи есть наглядный пример, как они могут это, чтобы ничего не забыть, как правильно позиционировать ребенка дома Вот пример позиционирования, коррекции позы То есть без помогательных средств мы видим на первой картинке, как лежит ребенок У ребенка запрокинута голова, согнутые руки, ротирован корпус и плечи Суставы нижних конечностей находятся в нефизиологичном положении Понятно, в этом положении и ребенку есть трудности с глотанием, с собственным ощущением тела И есть давление также на внутренний орган, так как тело у нас находится в скрученном состоянии Дальше посмотрите, когда мы уже организовали правильное положение Ребенок уже расслаблен в симметричном положении Мы можем уже выстраивать зрительный контакт с ним, выстраивать коммуникацию И изменилось само состояние и настроение ребенка Также вот один из примеров Наш подросток, два года назад ему была сделана операция на тазобедренные суставы К сожалению, из-за того, что не было правильного позиционирования и должной реабилитации За два года состояние у ребенка ухудшилось У него появился сколиоз четвертой степени И ему потребовалась повторная операция на тазобедренные суставы Сейчас после этой операции мы очень активно работаем с родителем на тему позиционирования, обучения И теперь ребенок, если посмотрите, как он сидел без коррекции позы То есть его сколиоз в этом положении будет сильно прогрессировать Мы должны этого не допускать И дальше также мы начали этого ребенка вертикализировать Он у нас вертикализируется сам Даже у него электрический пульт Он может сам себя поднимать и регулировать Какой уровень нужно подняться, какую нагрузку дать И это как раз-таки дает нам Как раз вот ту необходимую Как должна быть реабилитация после операции Но это не реабилитация Это как раз-таки то, что в течение За счет позиционирования Мы можем суставы обеспечить необходимой и должной нагрузкой Просто за счет позиционирования Тоже несколько примеров Как ребенок лежит просто в кровати И уже как в организованной позе Как ребенок сидит на коляске, которая не подходит Не соответствует его параметрам И как ребенок сидит уже в коляске, которая соответствует его состоянию И с теми поддержками, которые необходимы И, конечно, в организации пастурального менеджмента Участвуют не только инструкторы ЛФК Здесь участвует вся наша команда Наш врач осматривает ребенка И дает нам противопоказания Либо показания к позиционированию Инструкторы ЛФК уже оценивают функциональные возможности ребенка И организуют это положение Воспитатели, эрготерапевты, медсестры и няни Они уже осуществляют организацию этого пастурального менеджмента И в процессе своей работы обучают это и семью Ну и также, конечно, бывают случаи Когда в случае сильных деформаций, частых приступов Мы можем обращаться за дополнительной консультацией Например, к тем же ортопедам Либо неврологам Для того, чтобы убедиться о безвредности наших действий При смене положений Также скажу, что мы это осуществляем Не только на базе нашего стационара Наши инструкторы ЛФК, как сказали Два раза в неделю выезжают И также помогают организации позиционирования на дому То есть это может быть и настройка колясок И обучение, как позиционировать в кровати И как правильно переместить ребенка Ну, в общем, и напоследок я тогда хочу сказать Что действительно несоблюдение пастурального менеджмента Приводит к серьезным последствиям К большим деформациям И к сильному снижению качества жизни ребенка и семьи Поэтому организация пастурального менеджмента И правильного позиционирования Действительно должна быть неотъемлемой частью нашей с вами работы Спасибо Спасибо Спасибо